Там не только воспитательная работа с детьми, там и с родителями. И прям конкретно модуль, например, направление духовно-нравственное, дальше патриотическое, дальше социальное, здоровый образ жизни, традиции. В штабе Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели круглый стол, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Поводом послужило несколько важных тем. Одна из них – воспитательная программа, которая будет постепенно внедряться в российских школах в 2021 году. Вводится в образовательные организации программа воспитания. Вот сейчас идет дана примерная, сейчас проходит в школах обсуждение ее. И с 2021 года эта программа воспитательной работы будет внесена в основную общеобразовательную программу школы. По словам Оксаны Романовской, процесс реализации программы должен стартовать уже в декабре этого года. А сейчас родители волнуют вопрос, перейдут ли школы на дистанционное обучение. Удаленка стала настоящим испытанием для многих мам и пап. Только от нас самих зависит, будем ли мы дома сидеть, либо наши дети будут продолжать ходить и заниматься в школе. Это вопрос гигиены. Носите маски, дома обрабатывайте. Поговорить с руководством школы, обсудить ряд наболевших вопросов стало не так просто. Но возможно, это и родительские собрания в формате онлайн, и так называемый час с директором, когда с использованием платформы Zoom можно задать вопросы и получить обратную связь. Собрание проходит в системе Zoom, да, онлайн. Значит, родителей не пускают, но по предварительной записи. Потому что есть моменты, которые, скажем так, нельзя решить, поговорив по телефону или по связи дистанционной. Обсуждение актуальных вопросов прошло в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа». Практика проведения таких круглых столов обязательно будет продолжена. Евгения Галяева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова